добрый день уважаемые участники вебинара добрый день его уважаемые зрители те кто смотрят нас в записи я попрошу вас поддержать наш канал записаться на наш канал поставить лайк этой записи этого вебинара чем больше вы активности проводите на нашем канале тем выше рейтинг нашего канала и больше людей посмотрят записи наших вебинаров ну а теперь я приступаю к собственно нашему вебинару который называется автор электронного учебного издания в помощь преподавателю вуза вебинар у нас достаточно традиционный мы его проводим для тех из преподавателей кто хотел бы стать автором электронного учебного издания у нас в электрон в университетской библиотеке онлайн вот и это такая небольшая вводная часть по поводу того что вообще такое электронное учебное издание и как мы его у себя понимаем какие мы издания хотели бы у себя видеть что относится к компетенциям автора что мы можем взять на себя вот как мы собираемся продвигать автора ну и так далее и так далее а вот ну что ж давайте давайте начнем два слова о нас директ медиа это компания которая традиционно являя являлась издательством сейчас мы осуществляем много других видов деятельности в частности наш флагманский продукт это университетская библиотека онлайн электронная библиотечная система о которой вы наверное все знаете но мы не прекращаем свою издательскую деятельность хотя ведем ее в основном в электронном виде вот и собственно наше приглашение преподавателям наше предложение преподавателям связано как раз вот этой частью нашей деятельности хотя собственно ничего то есть эти эти виды деятельности они очень тесно связаны друг с другом поэтому в общем не надо предполагать что это совершенно различные какие-то области а вот все виды нашей деятельности они связаны друг с другом а включая директ академию которые тоже органично в этот поток входит но тем не менее мы издательство которое существуем с уже скоро 20 лет с 2002 года подготовили тысячи диск как книгов и в свое время дисков когда это было популярно различные тематики настоящее время в нашем прайсе более 1500 путь из 500 учебников и монографии научно-популярные издания классической литературы мультимедийные издания художественные альбома ну вот в частности прямо сейчас вот сегодня наше издательство принимает участие в выставке ярмарки нон-фикшн вот если кто-то собирается в ближайшее время посетить ищите наш стенд там нам будет приятно возможно что-нибудь найдете в бумажном виде о мы всегда стараемся сотрудничать с любыми вузовскими структурами отдельно с автором либо с кафедрой либо с факультетом либо с университетом в целом либо с университетской библиотекой либо с издательским центром университетским и так далее ну и мы предлагаем автором полный комплекс услуг по изданию электронных или печатных книг используя наши наши технологии разумеется если речь идет об электронных книгах то эти книги должны появиться в сразу же в наших во всех наших электронных библиотеках их у нас несколько но основная из них это бс университетская библиотека онлайн а вот только несколько авторов таких ведущих которые с нами сотрудничают леонид григорьев виталий третяков сергей братановский ну и многие другие на самом деле популярные книги мы издаем в области учебной литературы и в области нон-фикшн я хотел бы отметить если вам интерес интересна номенклатура тех книг которые у нас выходят вот вчера буквально ровно день назад состоялся вебинар запись его уже готова вела вебинар ответственный редактор нашего издательства анна иванова был он про новинки издательства директ медиа за март ну март еще не кончится но тем не менее за март месяц 21 года каждый месяц у нас проходит вебинар который ведет анна иванова и рассказывает о наших новинках ну и если вы будете нашим авторов о вас тоже будет рассказано что же такое электронная книга но вроде бы и так нам всем это известно мы уже живем в веке электроном нам все понятно но тем не менее все таки повторюсь пару слов электронная книга это книга которую читается с какого-то электронного устройства создана электронным образом и читается на каком-то устройстве без использования бумаги и традиционных бумажных издательских технологий в чем же собственно особенности и преимущества такой книги ну главное преимущество такой книги точнее главное свойство из которой следует практически все преимущества книги это так называемая нулевая стоимость копирования вот ну вообще этот этот фактор свойственен не только электронные книги но и это более широкое понятие которое сопровождает нас вообще с начала компьютерной эпохи и она распространяется и на программы и на многое другое да ну для нас это означает очень многое о том что все затраты на единицу экземпляра книги его они больше не существуют существуют только общие затраты связанные с производством самой книги с производственным процессом связанным с редактур ну разумеется с авторским трудом с редактурой корректуры звездкой и так далее вот и это очень здорово это означает что мы не связаны ничем абсолютно при тиражировании книги при наборе количестве количестве читателей никак не связаны с количеством экземпляров это такая фундаментальная вещь которую в общем то легко сказать но полностью ее последствия они распространяются на большое количество всяких ведет много следствий из него ну вот здесь я немножко их перечислил это широкий охват аудитории ну то есть был бы спрос охват может быть каким угодно в общем интернет не знает границ можно продавать или передавать как вам угодно бесконечное количество копий ничего при этом не тратя нет затрат на доставку то есть не только на тиражирование но и на доставку доставить книгу бумажную в австралию и доставить электронную это две большие разницы до бумажную надо пересылать это будет стоить больше чем одна книга сама а вот доставить в австралию это все равно что доставить соседней электронную книгу все равно что доставить соседнюю комнату и и собственно на создание электронной книги уходит меньше времени по этой же причине что полностью и издательский цикл связанный с печатью исключен ну и конечно важный фактор это то что книга экологично на нее не раз не расходуется древесина мы не уничтожаем леса и так далее так далее а вот да кстати вот тут я всегда хотел бы такой момент донести а разница между бумажной книгой электронной книгой бумажная книга в силу своей вещественной сущности является изделием или вещью а это значит покупая книгу бумажного мы покупаем ее во владение да вот тут такой экономический термин во владение то есть мы покупаем ее не только для того чтобы прочитать даже несколько раз да а для того чтобы прочитать может быть может и не будем читать да а хранить иметь возможность подарить ее как вещь и так далее но в современное время большинству читателей эта функция в общем-то не нужна люди совсем не хотят владеть вещью они хотят и только пользоваться вот это касается не только книг а гораздо более таких вещественных дел таких как автомобили там и так далее да то есть многие люди не хотят владеть вот владение книгами как признак интеллектуальности она отходит на задний план то есть час если у человека нет в комнате огромного стеллажа с книгами никто не будет думать что этот человек мало интеллектуален потому что знает что он может читать очень много и очень интеллектуальные книги но в электронном виде а вот так что вот наличие электронных книг она очень много коренным образом изменила в нашем представлении о том вот что есть интеллектуальный человек и как он потребляет такую продукцию форматы для электронной книги существуют специальные форматы ну во первых электронная книга это как правило файл или некий набор файлов часть часто отдельный файл вот это уже компьютерная терминология и эти файлы бывают разного формата чаще всего у нас так как речь идет об книге учебный это или научный эти это pdf то есть формат фиксированные верстки которые один в один можно напечатать на бумаге при необходимости связано это с тем что для таких книг верстка бывает достаточно сложная вот много таблиц формулу изображение каких-то сложных достаточно вот а это в более простых форматах отобразить достаточно сложно а также бывает формат достаточно популярный и пап вот он достаточно сложен если делать его со сложной версткой но чаще его употребляют как для верстки книг чисто текстовых также как и форматы моби и fb2 популярный формат в россии при помощи которого в основном передается книги нон-фикшен книги без сложной верстки художественные и так далее ну и остается достаточно популярным формат дежавю а это вот последняя строчка который в основном употребляется для сканированных книг старых которые уже неправные вот то есть находятся в общественном достоянии вот у них нет чисто текстового слоя только сканированный слой вот и в этом случае это эти книги очень удобный формат большим сжатием формат дежавю какие услуги у нас есть для авторов у нас есть два процесса это полный процесс который включает большой полноценный комплекс издательной издательской работы и осуществляется за счет автора или гранта и оптимальный процесс когда обязанности делятся между автором и издательством он тоже производится за счет автора но средств тратится гораздо меньше то есть существенно меньше и при этом и обязанности тоже разделяются между издательством и и автором а ну собственно вот второй оптимальный процесс он является таким основным вот в этом случае при оптимальном процессе корректуру и редактуру осуществляет сам автор мы лишь надзор над этими операциями делаем а вот все остальное остается за нашим издательством чтобы начать сотрудничество просто возьмите свой текст пришлите его на один из вот этих адресов электронной почты или загрузите через свой личный кабинет в нашей электронной библиотечной системе вот если необходимо приложить к рукописи графики формулы таблицы и иллюстрации их можно приложить в виде отдельных файлов в стандартных графических форматах таких как jpeg png gif или просто вставить в рукопись в вордовом файле для научных изданий нужно также предоставить научную лиц научные рецензии из чего состоит работа важная часть работы это корректура и редактура корректура это просто вычитывание ошибок редактура это работа над над стилем текста вот ну и кроме того корректор оформляет текст оставляет гиперссылки и сноски по по госту ответственность за корректуру редактуру лежит на авторе при оптимальном режиме или на издательство при полном режиме сотрудничества вот мой любимый слайд электронные книги допускают цветное исполнение ну beach книг на бумажном носителе состоит в том что каждая иллюстрация стоит денег а особенно денег стоит иллюстрация цветная вот чем больше цветных иллюстраций тем дороже издание и это связь прямо пропорциональная практически вот в электронном издании такого нет то есть ну конечно от количества количество иллюстраций как-то очень не сильно цена зависит но нет никакой прямой зависимости вот практически любое количество оправданная самим текстом любое количество иллюстраций может быть использована у нас нет ограничений ну практически нет практически нет ограничений сколько вы хотите 10 иллюстраций 100 тысяча ну 10 тысяч наверное это уже странно будет смотреться это будет какой-то каталог иллюстрации да хотя тоже имеет право на жизнь но все это по сравнению с бумажными книгами ничто у меня есть вот просто личный опыт когда мы впервые создавали электронные издания это было со мной еще когда я работал в университете печати и в самом начале двухтысячных годов или даже в конце двадцатого века в конце девяностых и я помню многие преподаватели были очень скептично настроены скептически настроены по отношению к электронным изданиям и вот один единственный момент перевернул вот вот такое скептическое отношение к нам как как-то приходил профессор который вел курс истории литературы и ему необходимо было много иллюстрации поместить а вот ему всегда отказывали в обычном издательстве ему всегда отказывали ему приходилось ограничиваться парой десятков иллюстраций это черно-белых а и вот когда он узнал что и все его запросы по иллюстрации могут быть выполнены а в конце концов его издание электроном мы включили около трех сотен цветных иллюстраций а вот это был просто слом его отношения к электронной книге после этого он стал горячим сторонником а так что вот не пренебрегайте этим свойством если вам нужны иллюстрации имейте ввиду что это вот прямое преимущество электронных изданий а ну и как автору я просто хочу сделать тут небольшую вставку если вы автор вам могут понадобиться подбор иллюстрации делается это лучше всего это делать в поиске по иллюстрациям в гугле делается очень просто набираете какое-то слово ключевое находите иллюстрации но это еще не все вы можете сделать настройки некоторые расширен в расширенном поиске в частности вы можете сделать настройку по размеру картинки а это отсечет те картинки которые вам не интересны по качеству а также можете выбрать форму картинок горизонтальный прямоугольник вертикальный прямоугольник квадрат и так далее это очень сужает поиск и вы быстро находите то что надо ну и кроме того вы можете обезопасить себя тем что выбрать только те картинки которые расположены в интернете под лицезией creative commons то есть свободны для использования без оплаты а но только с указанием авторства этих этих картинок вот это вот этот набор слайдов я часто показываю потому что подбор иллюстрации в наше время является одной из базовых функций которые которые автору очень необходимы верстка верстка всегда осуществляется нами как издательством это чисто издательские компетенции вот это собственно работа с геометрией текста да как с самим текстом так и с заголовочными элементами с первой страницей с обложкой и так далее вот верстка как правило производится в два этапа в две итерации мы верстаем автор вычитывает вносим исправление и снова производится вычитывание ну тут несколько слов по поводу того что еще в издании необходимо чтобы издание электронное издание смотрелось бы как серьезное издание то есть мы выполняем все необходимые функции которые собственно существуют делают книгу книгой по всем гостом которые полагаются делать полагается использовать мы присваиваем книги асбн присваиваем подготавливаем библиографическое описание проставляем индексы у дк ббк знак защиты авторского права выходные данные издательства типографии ну типографии у нас нет но издательство скажем так если это электронное издание этой типографии нет асбн международный ну я не буду это такой немножко для тех кто может быть не знает что это такое международный стандартный номер книги по которому можно идентифицировать однозначно однозначно книгу во всем мире то есть асбн это уникальный айди вашей вашей книги отдельный номер асбн присваивается каждому электронному изданию разным версиям программных продуктов актуальным версиям программных продуктов и версиям существующих существенными изменениями отдельные изданные сопроводительные документации многотомные издания получают несколько асбн во-первых на каждый том а во вторых на все многотомные издания в целом индексы у дк и ббк согласно госту тоже обязательные элементы выходных сведений у дк это универсальная дистичная квалификация классификация используемая для систематизации произведений науки литературы искусства по индексу у дк можно определить какому виду литературы она относится ббк это индекс при помощи которого книгу легко будет искать в библиотеке вот ну вот для примера орфографический словарь русского языка опубликовано 78 году имеет вот такой вот ббк 81 411 2 4 ну и последствием находим по таблицам 81 это языкознания 81 41 славянские языки 2 это русский язык и 24 русский язык словари вот так сразу можно определить по ббк что что это примерно такое авторский знак ставится тоже в наше электронное издание вот это первая буква как правило буква фамилия автора или заглавия книги и цифра которая определяется по специальным табличкам знак копирайта обязательно у нас ставится вообще говоря чисто юридически для того чтобы книга принадлежала вам знак копирайта не нужен то есть сам факт публикации является юридическим закреплением его за за автором и правообладателем но узнать копирайта это хороший признак того что книга сделана качественно и мы явным даем понять кто является носителем прав на эту книгу вот так что это у нас тоже все присутствует выходные данные да ну это уже такая дополнительная информация ладно какие госты мы используем когда публикуем это электронные издания гост 13 года электронные издания основные виды и выходные сведения и теперь еще и гост 2018 библиографическая запись библиографическое описание общие требования правильно состав правила составления вот примерно так два примера как книги присутствуют у нас в нашей электронной библиотечной системе повторюсь что базовый формат книги для вас скорее всего будет pdf если эта книга не чисто текстовая тока а если ваша книга также будет размещена в нашем магазине книг нонфикшен в этом случае скорее всего также будет присутствовать в виде fb2 вот но основной для нас формат pdf это идет еще со времен приказа 1953 когда требовалось размещать все учебные издания в бс ровно в таком виде в котором они присутствуют на на бумаге вот но это реальная необходимость потому что практически из всех форматов известных удобных только pdf позволяет полностью воспроизвести сложную верстку так вижу вопрос можно ли будет использовать электронное издание изданное у вас в учебном процессе выложить на сайте вуза доступ на который по паролю и и как получить файл с изданием пост после публикации знаете такой достаточно вопрос к издательству нашему я думаю что а юлия барабанщикова который у нас всем этим занимается и адрес который я привел и он еще приводится на в конце на последней на последнем слайде нашей презентации вам на него легко ответить я просто боюсь немножко дать неверные сведения вот обязательно с ней свяжитесь и и узнайте обложка обложку делаем мы всегда наше издательство и обложка несмотря на то что ну позвоните тогда я и скажу вообще хорошо ладно хорошо я с ней вот буквально вчера вчера общался просто не знал что что есть такой вопрос вот обложка вроде бы в электронном виде зачем обложка это когда в книжном магазине мы смотрим книжку там обложка важно но нет окажется обложка в электронном виде тоже нужно потому что нужно какой-то графический образ по которому вашу книжку будут смотреть в во всех электронных библиотеках все равно как правило книжка появляется первое на что смотрят люди это вот цветовой образ какой-то да несмотря на то что книжка может быть поиском найдена или еще как то еще вот то есть уже по содержанию вот но все равно это важно то есть если невзрачная две книги с примерно одинаковым содержанием но одна обложка будет привлекательной другая нет то первым делом посмотрит ту которая которая с обложкой хорошая поэтому мы всегда стараемся обложки придумывать создавать сами и чтобы они были привлекательными аннотация вот аннотация это такой интересная вещь потому что с одной стороны аннотацию может написать только автор с другой стороны аннотация это явно редакторская компетенция потому что хорошо написать аннотацию чтобы хорошо написать аннотацию надо не только знать про про материал книги все практически да но и хорошо знать как собственно аннотацию написать вообще и как хорошо написать аннотацию так чтобы по этой аннотации книга легко искалась сразу привлекало бы внимание и собственно по ней было бы принято решение читать эту книгу да ну не скрою что она аннотация так скорее всего то что ваш будущий читатель прочтет прежде всего и именно по этому признаку он будет принимать решение читать дальше или нет поэтому это совместная работа которую выполняет и и автор и редактор вот это такая совместный совместный труд так вижу какой-то еще вопрос сейчас одну минутку что-то у меня тут закрывает сейчас да вот так скорее всего на чудном сайте выводить ну конечно лучше да лучше выкладывать тут 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 вопрос вопрос интересный но если это личный сайт например автора то тут наверное можно особенно если под замком вот на чужом да я понял нет прошу прощения об этом я еще не рассказал да где мы книжки размещаем во первых самое главное мы размещаем в университетской библиотеке онлайн а но у нас есть еще ряд эбс скажем так подчиненного характера которые являются в некотором смысле подмножествами на на нашей университетской библиотеке онлайн для неких нишевых потребителей ну в общем это конечно не только подмножество но иногда и дополненное чем-то подмножество ну вот 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 на таких ресурсах может быть выложен ваш ваше издание в университетской библиотеке онлайн в бизнес портале это наше эбс для компаний в нашей школьной библиотеке библиошкола если конечно ваше издание касается этой категории читателей имеется в виду не только школьники конечно но и родители методисты и так далее учителя а также в интернет-магазине ну есть еще несколько неупомянутых здесь ресурсов где это может быть выложено например арт-портал наш в подписном виде не в открытом виде а в подписном ну и библиотека нонфикшн и так далее вот дополнительно мы осуществляем дистрибуцию 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 через наших партнеров все размещение книг происходит бесплатно то есть это уже не требует дополнительных затрат со стороны автора да и самое главное каждый автор может самостоятельно контролировать статистику посещений свои книги и покупок своих книг в нашем личном кабинете вот в бс университетской библиотеки онлайн что касается быстрого нахождения книг продвижения книг и цитирование книг мы у нас есть режим предпросмотра но как в любой электронной библиотеке то есть конечно когда вы заходите и видите перед собой полторы полторы сотни тысяч книг то вы по обложкам их не можете смотреть да вы либо выбираете книгу по каталогу какому то по рубрикатору либо поиском чаще всего а вот и при поиске вам вам выдается какая-то выдача и вы смотрите там например пару десятков книг и первое что вы видите это не текст книги а страница предпросмотра на которой вся информация про книгу собственно это очень важная стадия на которой принимается решение о чтении вот и нами чисто интерфейсно принимается принимается меры для того чтобы вот большую самая главная информация связанная с цитирование вашей книги с представлением о вашей книге на самом раннем этапе она содержалась еще на этом экране вот есть здесь хранятся наши аннотации то есть еще до чтения здесь хранится список литературы если он у вас есть в книге и здесь хранятся выходные данные книги и все это позволяет просто копипейстом тем людям которые хотят на вас сослаться взять описание книги и перенести его свой труд учебные или научные там в эссе в научную статью и так далее и это чисто техническое свойство позволяет просто увеличить цитируемость за счет того что ну очень многие молодые ученые тем более студенты аспиранты пока не освоили библиографию как область знаний необходимых им для своей деятельности и поэтому если они имеют возможность сразу копипейстом взять книжку в правильном описании то это им очень сильно помогает является ли принципиальным отличием печатной книги от электронного издания наличие гиперссылок ну может являться а может и нет на самом деле если мы сейчас углубимся в этот вопрос то границы книги размываются там где речь идет об электронном контенте в какой-то момент книга перестает быть книгой и становится электронным контентом вообще мультимедийным контентом каким-то иным контентом называть это книгой или нет не знаю на мой взгляд показ электронная книга это все-таки в большей степени не традиционные большие тексты возможно размечены ну то есть традиции традиции книги если если сохранены какие-то традиции книги вот вопрос о том вообще в электронном виде будут ли дальше книги существовать в традиции книги или они будут существовать в традиции контента какого-то другого это вопрос открытый я считаю что в конце концов мы конечно будем дрейфовать к более общим формам электронного контента но это выходит далеко за рамки нашего сегодняшнего рассмотрения вообще конечно сохранять такие вещи как страницы как иерархическую структуру в условиях когда можно делать гораздо больше ну в общем не имеет смысла наверное много очень очень многое можно делать конечно и QR-коды можно вставить вместо ссылок да и ссылки можно делать не обязательно в тексте ссылками могут являться и картинки и отдельные области картинок могут являться ссылками и видео может быть интерактивным ну и кроме того могут быть различные графические элементы встроенные прямо в текст вот в общем когда все медиа сливаются в в одном потоке то это уже трудно назвать собственно книгой конечно вот но я считаю что если речь идет только о гиперссылках то это это еще книга это вполне работает да я так понимаю речь идет не только о тех гиперссылках которые осуществляют оглавление да собственно это естественно но и о тех гиперссылках которые внутренние то есть позволяет перемещаться напрямую между разными главами книги вот это интересно конечно вот pdf вполне позволяет это делать в общем ничего такого таких ограничений нет ну вы на мою больную мозоль наступили я на эту тему могу не один не один вам вебинар провести по поводу электронного контента и как он с книгой сосуществует сроки издания книги в среднем на издание электронной книги требуется месяц а это выгодно отличает электронные издания от бумажного на которые требуется как правило там до полугода ну конечно сроки тоже могут быть варьироваться в зависимости от технических особенностей от того насколько быстро осуществляется связь между издательством и автором вот эти вот итерации о которых я ранее говорил но в принципе все это можно сделать достаточно быстро и это тоже очень здорово продвижение ну разуме я уже говорил о том где размещается книга после того как мы ее создадим вот кроме того там наше издательство принимает все меры ну как с обычными нормальными книгами для их продвижения оптимизирует метаданные я уже говорил о профессиональном написании аннотаций мы пишем пресс-релизы отзывы рецензии у нас есть мы участвуем в выставках вот я только что говорил выставка нон-фикшн популярные книги нашего издательства присутствуют на этой выставке между прочим присутствуют в бумажном варианте рассылаем прайсы издательства в крупнейшие вузы и так далее и так далее но мы конечно хотели бы чтобы и автор со своей стороны тоже принимал участие в этом процессе чем больше автор это делает тем тем лучше для нас и для его книги в частности у нас теперь раз в месяц авторы нашего издательства приходят некоторые авторы которых мы зовем приходят и проводят вебинары по своим книжкам автору при его желании мы даем вот такой вот сертификат о том что он является автором электронного издания электронного издания вот такие сертификаты часто требуются автору в вузах для подтверждения своего авторства в РИНС после официального издания книги и помещения ее в нашей электронной библиотеке мы передаем информацию в РИНС о наличии такой книги и обычно РИНС через 1-3 месяца включает ваше электронное издание в число изданий которое оно индексирует вот ну про РИНС не буду говорить как это важно для авторов вот такую операцию мы тоже проводим если вам нужны бумажные версии ваших книг речь идет разумеется о книгах которые сверстаны в режиме pdf вот то мы реализуем печать по требованию print on demand стоит это не слишком дороже чем если бы вы печатали тираж книг стоимость одного экземпляра современные технологии позволяют печатать небольшое количество изданий небольшое количество небольшими тиражами за относительно приемлемые деньги вот поэтому любое количество экземпляров автор может заказать по издательской цене у нас и потом реализовывать по своему плану если это необходимо например в своем вузе реализовывать вот стандарты которые мы принимаем во внимание при при создании библиографических описаний наших сетевых удаленных ресурсов то есть книг которые размещены у нас это гост восемнадцатого года тринадцатого восьмого ну еще первого года хотя кажется он уже близок к тому чтобы быть замененным если вас интересуют вопросы библиографии милости просим на вебинары Татьяны Телегиной где она рассказывает в том числе и про библиографические описания тех книг которые вы производите как автор вот ну и вообще очень интересные вебинары в частности 5 ноября был вебинар по новому госту ну относительно новому госту восемнадцатого года библиографические описания электронных ресурсов с учетом нового госта 2018 сейчас насколько я знаю еще один гост вступает в действие не помню двадцатого или двадцать первого года и татьяна уже думает над тем как готовить вебинары по по этому госту вот первая ссылка это на ее вебинар который выше приведен и вторая ссылка на вебинар вообще на 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 расписание вебинаров директ академии где вы можете найти ее имя и посмотреть ее большинство ее вебинаров посвящено как раз вопросам библиографии библиографии ну и что мы хотели бы у себя видеть какие книжки прежде всего это крупные формы монографии учебники учебные пособия вот ну и в этом случае ну в общем это это то что нас интересует в первую очередь далее переиздание книг которые выходили в бумажном виде сборники статей и трудов опубликованных в научных журналах сборники сборниках конференций сборники конференций тематические сборники вот вот эти эти виды последние три принимаются в авторской редакции и печатаются по технологии print on demand при необходимости книги принимаются к печати после утверждения редакционным советом издательства ну как я уже говорил первое что вам надо просто свою книгу передать по электронной почте Юлию Барабанщикову которая собственно и организует весь процесс у нас ну у меня все вот здесь да те из вас вот 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 тут как раз есть наш телефон по которому Юлю могут позвать к телефону поэтому вот те из вас кто по какой-то причине Юля не ответила по электронной почте можете вот по этому нашему общему телефону позвонить и вас соединят непосредственно на нее вот ну что ж на этом у меня вебинар закончен и хотел бы узнать есть ли у вас какие-то вопросы вам вам тоже спасибо ну что ж тогда для тех кому важны сертификаты я опубликую вот эту вот информацию одну минутку и и так через три а во вкладке прошу прощения да сейчас я посмотрю через три минуты после окончания вебинара ну через три пять минут как только будет сформирован список тех кто принял участие можно будет приобретать сертификаты вот по этому адресу по этому адресу располагается строка поиска вводите туда свой мейл или фамилию имя отчество и находите себя находите список всех вебинаров в которых приняли участие свой сегодняшний вебинар выбираете и кнопочка оплатить после этого еще раз находите себя после оплаты находите себя в этом списке и кнопочка превратить оплатить превращается в кнопку скачать вот и вся премудрость обычно она выполняется достаточно быстро так во вкладке вопросы так елена вижу елена рад что вы присутствуете у нас три вопроса можете может ли быть автором не преподаватель вуза да в электронном издании решается главное чтобы вы были правообладателем то есть чтобы вы имели право передавать свои свои тексты нам чтобы они уже не были проданы кому-то эти права в электронном издании решается вопрос использования репродукции известных картин фотографии или из музея по лицензии cc0 то есть по свободное достояние общественное достояние если указываешь ссылку на правообладателя так не понял в электронном издании решается вопрос использования репродукции известных картин если указываешь ссылку на правообладателя в обычных издательствах бывают сложности для бумажного издания а вот вы имеете ввиду cc0 то есть в общественном достоянии находятся репродукции картин если репродукции если картины находятся в свободном достоянии то их можно свободно использовать ну там есть еще вопросы музейного права но это не авторское право это немножко другая вещь это такие сложные вещи музеи как правило о своих правах никогда не напоминают если только вы не какая-то крупная компания с большими деньгами которые используют их образ для каких-то целей там своей рекламы например вот и вообще музейное право ну в общем существует в таком виде как оно существует только в россии такой какой-то странный юридический каверза такая вот для сборной для сборника авторских научных статей требуется рецензирование вот это точно не могу сказать это надо к юле в википедии той же ссылка на тот же лувр нет ну на на джаконду за джаконду вас никто не заругает вы можете ее в любом виде использовать абсолютно точно ничего ничего не будет вам за это вот то есть точное фотографическое изображение произведений искусств находящимся в свободном в общественном достоянии тоже является общественным достоянием вот ну важно только чтобы это было точным воспроизведением и и именно самого не музея не картины вместе с ее фиорамой например да самой картины вот вот если там кусочек музея будет еще не дай бог какой-то человек попадет это отдельный разговор это тогда права фотографа вступают в действие а если это точное фотографическое изображение полотна картины то он тоже находится ну не знаю честно говоря почему альпина заругала может быть какие-то у них есть соображения но в википедии абсолютно с этим не парятся а я хочу отметить что они очень скруплезно относятся к авторским правам вот и все что все что может вызвать какие-то конфликты которые просто удаляются оттуда а вот ну что ж всем спасибо я тогда с вами прощаюсь и через пять минут ваши сертификаты будут готовы а всего доброго до новых встреч директ академии приходите каждый день у нас каждый день по одному два вебинара для вас бесплатных всего доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч и до новых встреч